А скажите, пожалуйста, вот вам пришло письмо по электронной почте. Адрес отправителя вроде бы как вам известен. Человек подписал его в своей наимене, там, Иван Кувадов Иванович. Каким образом можно убедиться в том, что это не подставок, что именно он написал это письмо? Позвоните ему. Спросите только о том, что он знает. Значит, только он знает. Ну, предположим, что у вас идет достаточно большой поток переписки, если вы будете обзвонить у всех людей, которые вам пишут. Вы потратите на это слишком много времени и денег. Ну, посмотреть по его адресу. Есть ли гарантия, что его почта не тронет, и что с его адреса не пишут? Звумышленный. Связаться? Ну, связаться – это позвонить тоже самое. Люди в редких будут связываться люди, там, например, идет большой тендер, идет поток заявок. Стоимость заявки – десятки, сотни миллионов. Всех обзвонить – это вы точно написали в строке такой-то вот эту цифру? Или нам показалось? Нереально. Что можно думать о том, что не стали жертвой мошенников? Что используется в бумажных документах для удостоверения личности? Пищать. Подпись. А, это родная подпись? Подпись, так, или кто? Как ты мне запишешься? Как ты мне ее сделаешь? А, очень просто. Говорили о способах шифрования, о том, что алгоритмы должны быть односторонние. Здесь такой инструмент называется «закрытый ключ». Суть в том, что у человека есть какой-то там носитель, предположим, флешка такая. Ну, на самом деле, она и выглядит как флешка. Содержащая некий закрытый ключ, алгоритм шифрования. Есть некий удостоверяющий центр, который выдал человеку этот самый ключ. Кому он выдал? Это ответственность удостоверяющего центра. Не на основании птирокопии паспорта, заявлений и тому подобных вещей, присылает человеку за известную сумму флешку, такую вот, держащую ключ. Дальше мы берем документы. И на основании собирающегося здесь кимчат и содержимого документа по известному алгоритму приделываем к нему подпись. Так вот. На самом деле, понятно, что набор боящих всех. В чем прелесть? Эта подпись может быть проверена на основании содержимого документа и ответа из удостоверяющего центра. То есть, получивший документ, мы сразу видим, подписал ли человек сам этот документ в неизменном виде. Если этот документ у нас был изменен, тем, то, получив ответ из удостоверяющего центра и по известному алгоритму сосчитав подпись, мы получим несовпадение. Что будет говорить о чём будет говорить о совпадении? О чём будет говорить о совпадении? О том, что документ был изменён после того, как поставили электронную корпус. А если сам Вася, точнее Иван у нас, поменял? Если он поменял, он обязан переписать документ. А если он забыл переписать документ? Тогда это его личная проблема. Он сам себе злобный против. Сам себя злобный. Да. Сам себя навредил. Потому что, в этом случае, например, тендерная комиссия имеет право заяв подклонить, не читая. Ты его управляешь. Вот еще? Угу. Вот. Действует такой ключ обычно, в течение года. В течение года. После чего можно снова обращаться в удостоверяющий центр. Дает новую подпись. Они выдают новую подпись. За кругленькую сумму? Ну... Насколько я знаю, за примерно 10 000 рублей нет. Ну, кругленькая сумма 4 000. Да. Вот. Почему надо-то они это делают? Ну, во-первых, они хотят кушать. А во-вторых, где-то в течение, по-моему, 5 лет, что ли, доказано, что можно на основании подписанных документов раскрутить обратно вот этот самый ключ. Одна сторонность алгоритма, в общем-то, достаточная, но вероятность сумма существует в какое-то время. Это у нас какой глиптерий хорошего пароля получается? Смена. Смена пароля. Регулярная смена для цифровой подписи. Потому что за время необходимое для зома мы уже пять раз поменяли, и то, что выломали, уже никакой ценности не имеют. На ней не является действие. Если мы обратимся в обеспечивающий центр, не скажем, что цификачь просрочен, и разбирайтесь все. Подпись не действует. Идея, на самом деле, очень простая. Работает это, ну, скажем, на Microsoft Office. Возможно, подпись документов встроена уже непосредственно к самому миру. Работа с документами.